Дорогие друзья, завершился 9-й тур 32-го чемпионата России по хоккею с мячом, после матчевая пресс-конференция. Слово предоставляется главному тренеру киного клуба «Стар» Ангелу Антоновичу Рушкину. Прошу вас. Ну что сказать, результат на табло. Что касается первого тайма, мы хотели проверить много молодежи нашей, выпустили. К большому сожалению, пропустили сразу три подряд стандарта, не смогли собраться. После серьезного разговора в перерыве игра немножко пошла по другому руслу, у нас стали появляться моменты, мы контролировали мяч, достаточно неплохо, в контратаку где-то играли, где-то позиционно. В принципе, я считаю, что сыграли мы не очень хорошо, так скажем, мягко говоря, но мы хотели попробовать, еще раз повторюсь, у нашу молодежь, мы ее попробовали, узнали, что она из себя представляет, будем идти дальше. Андрей Анатольевич, в связи с этим Иванчиков не вышел, да, в первом тайме? Да. Потому что решили? Да, мы решили попробовать второго вортаря, к большому сожалению, три угловых и два сыгры быстрых, забитых, и приняли решение все-таки вернуть ее на ворот. Десять матчей у вас получится за месяц, да, вот с учетом следующей игры. Это полноценная игровая практика, как раз вы приобретаете то, что игровая практика... Это чертовски, так скажем, тяжело, потому что мы уехали в поездку ровно на месяц, мы провели все свои домашние игры в Ульяновске, без условий, домашних условий, без поддержки болельщиков, без полноценного отдыха, очень сложно. И вот эти вот десять игр даются нам нелегко. Ну, вы были очень крепким орешком в матчах с Лодником, с московским «Динамо», особенно с московским «Динамо». То есть и в дальнейшем очень опытная команда у вас, наверняка преподнесете, да? Нет, то, что мы сейчас однозначно будем преподносить сюрпризы, это точно. Здесь мы понимали, что нам будет достаточно тяжело победить, поэтому и решили проверить молодежь нашу, поэтому здесь все закономерно, я считаю. На второй тайм в актив? Второй тайм в актив? Ну, можно так, наверное, сказать, да, второй тайм уже мы играли более основным составом и более адекватно, так скажем, так, как я просил, мы играли. Так, домашняя игра будет, да, в Нижнем? Следующая домашняя игра будет в Нижнем? Нет, следующая, да, следующая игра у нас… Нет, я имею в виду домашняя, в Нижнем, да. Ну, конечно. То есть лед есть там. Конечно, да, лед есть, все в порядке. Спасибо. Ребята, Игорь Иванович, с победой в Вашем послесловии к игре. Я думаю, можно наводнящие вопросы. Здравствуйте, Игорь Иванович. Наводнящие вопросы. Ну, игра… Наводнящие потом. Мы немножко переживали, что после такого серьезного выезда, может быть, не хватит эмоций, мы сейчас с Юрием Сергеевичем тоже делились впечатлением по этому поводу, что у нас молодых ребят их хватило только на первый тайм. Ребята, которые постарше, они знают, как себя готовить, и они правильно распределяют и физическую нагрузку, и эмоциональную, поэтому, может быть, и здесь вот во втором тайме дисбаланс произошел, потому что наши молодые ребята, как бы, они еще… Это приходит с опытом, когда после таких тяжелых игр надо уметь себя концентрировать, аккумулировать внутреннее состояние. Я говорю, ребята, которые постарше, я же вижу, как они готовятся, там, ну, молодежь, ха-ха-ха-ха, все хорошо. Вот на лицо вам второй тайм, пожалуйста. Ну, первый тайм для учебника получился? Ну, ну, да. Идеальный, практически? Ну, идеального, конечно, ничего не было, но мне очень понравилось, и ребятам я поделился с ними своими эмоциями хорошими, я говорю, ребят, в хорошем смысле спектакль, и я их просил, чтобы они продолжили второй акт, ну, опять же, эмоций не хватило. Угловые то летят, то не летят, есть тут какая-то закономерность? Да нет, конечно. Никакой? Ну, откуда? Нет. Ну, это же, вы знаете, конечно, что касается, во-первых, бывает, соперник выбегает хорошо, да, в ротарь удачно играет, потом, как ребятам настраивается, то есть, знаете, другое дело, когда вот розыгрыши, как бы, это одна ситуация, их готовят еще, а что касается ударов, ну, не знаю, я честно, мы их тренируем, поверьте, и тренируем их, и требуем от них, сегодня же, допустим, игра показала, что мы не просто так хлеб едем, да, начало там хорошее, дай бог, чтобы себя так продолжалось. Ну, два именинника сегодня, Тарасов, Пентатрик и Кударковский, сотый, и 101-й мяч. Пентатрик это сколько, извините? Пять. А он пять, мне сказали три. Пять. Пять, да? Пять. Ну, поздравляю, Лада, молодец, я очень люблю. Сотый мяч для этого. И его поздравим, его поздравим, просто я еще должен сказать, он приятный, молодец, Лада. Он забрал мяч, что ли? Не заметил? Я не знаю, честно, я честно. Ну, для меня, я вот на таких вещах, честно, у меня нету, я не застряю, у меня они даже не задерживаются. Для меня важнее команда, команда, и действие командное, и как команда в целом себя чувствует. Я понимаю, что сейчас, вот мы сейчас пришли, в целом это хорошее настроение, очень хорошее, и что надо его поддерживать, и чтобы оно так же дальше было. И, кстати, Влад, когда ему давали каску, он хорошую фразу сказал, о том, что мы подняли эту планку, и что ее надо держать. Сегодня Всероссийский день хоккея. Ляс Игоревич, что скажете? Поздравляю всех с этим замечательным праздником. Меня сегодня тоже с утра так поздравили, таким мемом интересным. Я в командный чат бросил, оказывается, это не новое. Ну, там, знаете, вот эти программы какие-то есть, там пацаны у нас поют. Ну, так прикольно. Ну, что, спасибо. Как Айдар и Нестеров побежали? Что делать? Ну, после ошибки такой. А, да ничего, сошли во вторую команду и все. Молодежка. Да. Что тут просто? А, вот вопрос про молодых игроков. Никита Стасенко, Айдар Нестеров, уже основательный вошли в состав в домашних матчей Кузбасса. Планируется ли дебют еще каких-нибудь молодых игроков в ближайшее время? Вот я сейчас хочу узнать, у нас как минимум Берников будет играть, это точно. Если у него со здоровьем все будет хорошо. Ну, и мы хотим проверить еще одного вратаря. У нас тоже есть хороший вратаря. Я не знаю, просто нам в заявке он есть или нет. Я просто за ним наблюдаю, мне тоже очень нравится. Поэтому мы тоже ему дадим шанс.